Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границе. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня российский медиавист, переводчик, специалист по культуре и искусству средневекового Запада Олег Воскобойников. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, звоните также из-за рубежа код плюс 371, напишите в WhatsApp 230-6191. Вот о медиавистике. Можно ли сказать, что это направление истории, оно возникло на почве ностальгии, может быть, по неизведанному прошлому? Ну, в какой-то степени, может быть, и ностальгии, да. Этой дисциплине около 200 лет, пожалуй, даже побольше. Она примерно так вот сверстница французской революции или чуть-чуть дальше, то есть романтизма. А романтизм питался, как известно, о ней, которые предшествовали той эпохе, в которой романтики родились, то есть эпохи классицизма, просвещения. То есть нужно было куда-то дальше туда уйти, назад, да, и культу разума, азума, рациональности, всякой такой порядоченности. Хотелось противопоставить тайную жизнь души, и вот эту самую тайную жизнь души романтики поколения Гёте, Штабриана решили искать в Средневековье. Это как в книге «Намедни» у Леонида Парфёнова, эпиграф, те события, без которых нас невозможно представить, и ещё сложнее понять. В этом смысле можно и отнести к изучению медиавистики как раз. Да, да. Если мы говорим о Средневековье, ведь очень много таких оценочных суждений обыватели уже навешивают этому периоду времени, о том, что Средневековье тёмное, о том, что эта страна живёт в Средневековье, когда, в общем-то, хотят сказать о том, что она не очень цивилизована. Насколько объективно мы сегодня представляем то, что было в Средневековье? Вот как вы считаете? Здесь вопрос об уровне нашего понимания этой эпохи. То есть о любой, в общем, сфере нашей жизни у нас довольно разные представления, в зависимости от того, как именно мы, с какой точки зрения смотрим, и как мы этим занимаемся. То есть, скажем, то, что Стивен Хокинг знал о времени, лишь отчасти соответствует тому, что знаем мы, читатели, его книг. Потому что одно дело голова Стивена Хокинга, покойного, другое дело, наше восприятие. Это такая хорошая, научно-популярная версия современных представлений о мироздании. В Средних веках тоже, как вы правильно говорите, есть обыденные представления, но даже они делятся, по крайней мере, на эмоциональном уровне, скажем так, положительные и отрицательные. Это, во-первых. Во-вторых, на попытке объективно взглянуть на вещи, назвать их своими именами, и на клише. То есть, когда у нас говорят, слушайте, это у вас тут полная средняя колья вообще, в общем, все вольны понимать это по-разному, да, я как медиевист могу это тоже понять, и как обыватель, потому что я тоже обыватель, как все, и как медиевист, тогда я как бы ухмыльнусь и начну троллить, так сказать, да, собеседника. Вот, если средневековьем назовет другую страну, скажем, там, крупный политик, значит, это может быть воспринято как оскорбление. А теперь представьте себе, например, что слово «бизанс» по-французски, «византия», имеется два противоположных значения. Да, одно, что это классно, например, там. Компания, ну, просто «бизанс». Вот нам классно в этой компании. Вот, например, «вечеринка», может быть, «бизанс». И одновременно «бизанс» – это, ну, тоже такое обывательское представление о всевласти, бюрократии, там, не знаю, золоте, порфире, и полном подчинении свободы воли индивида каким-то там государственным интересам. Вот. Вот, это, понимаете, ну, на Западе можно и, там, не знаю, Россию считать средневековой, вот, потому что здесь вот такое вот, какое-нибудь такое творится, вот, а Запад вот, типа, далеко ушел от этого средневековья. Или мы, наоборот, можем точно так же, так сказать, отмахнуться, как бы, от соседей, потому что они, мол, из средневековья так и не вылезли. Вот. То есть это рефер, я к тому плану сейчас и закончу, что средневековье – это не невинное слово, да, а такое, особенно в последние годы, очень такое емкое и постоянно возникающее, да, отсюда интерес к нему. Вот. Но с ним надо аккуратно обращаться. Страдающее средневековье – проект, который был создан студентами, сегодня зарабатывает, активно зарабатывает на мемах, становится все более и более популярным в сети, и они продают также значки, носки со средневековыми персонажами. Наш друг Коля, да. Вот это такая просветительская история или все-таки больше бизнес, как вы считаете? Ну, слушайте, эти ребята – это мои друзья, изначально ученики, потом друзья, вот. Поэтому если я скажу, что они, типа, чистые бизнесмены, как бы, вот это как бы неправда, во-вторых, я их оскорблю. Вот. Они приколисты, они не ученые. Ну, то есть, как, один из них чуть более медиевист, другой менее медиевист. Хотя начиналось с такого интереса, помешанного немножко на студенческом юморе и стюбе. Вот. Но они это не раз рассказывали, Forbes только что это все давно известно в узких кругах, историю повторил. Вот. Конечно, они мечтать не могли 4 года назад, что они там, типа, по 100 тысяч в месяц будут с одного этого только слова иметь. И, слава богу, что работает, средневековье – это деньги. Вот. И большие. И чем больше, тем лучше. Вот. Я бы еще свечки, например, стал бы делать в виде друга нашего Коли или еще что-нибудь такое. Вот. Машины раскрашивать можно. Чем больше средневековье, тем лучше. В общем, изначально это шутка. Вот. Но во всякой шутке есть доля серьезности. Это мы от Михаила Бахтина знаем. А то, может, и от Шекспира. Вот. И поэтому из изначальных таких вот как бы насмешек, добрых, но все-таки насмешек, возник вполне живой интерес у широкой публики. А что все это значит? Вот. Ну и нашлись три товарища, так сказать, да, Дельшат, Миша и Сережа. Тоже мои старые друзья, которые написали, по-моему, замечательную книгу. Ну, можно ли назвать средневековье страдающим? Действительно ли люди страдали в большинстве своем? Да, конечно, им всем было плохо. Вот. Ну, мне тоже, например, плохо бывает. Не спрашиваю вас, бывает ли вам плохо. Вот. Я бы не сказал, что мы живем в лучшем из возможных миров. Но я, если честно, не понимаю, почему вот так вот это сработало. Это даже не их фраза, да, и они никогда не приписывали себе авторство, ребята, да, Юра и Костя. Это наш общий учитель Михаил Бойцов, известный медиевист, показывая на картинку у него за спиной, вот так вот. Ну, посмотрите, как им тяжело, как они страдают. Я тоже вам сейчас могу с полки взять книжку, показать какого-нибудь страдающего средневекового человека. Вот. Но поскольку средневековье – это такое референтное время, что-то вроде зеркала, в которое мы как-то так смотримся, мы можем это зеркало повернуть, так, эдак, то оно кривое, то оно прямое, на разные ракурсы, да, то страдания превращаются в род шутки, а иногда в какое-то даже очистительное путешествие, иногда занимательное путешествие. Но не у нас, понимаете, не в нашей стране, да, шутки шутить с русской историей, в общем, может дорого обойтись в наше время. А здесь как-то вроде это у них и в то же время понятно нам, да, потому что, ну, Игры престолов, там, Толкина все более-менее читали, хроники Нарни и прочее. Кто-то, может, даже вспомнит собор Парижской Богоматери Виктора Гилго. В общем, как бы это не чужой мир. Но при этом, если ты просто назовешь свой паблик средневековье, да, то оно не пойдет. И даже высокое средневековье, тоже паблик, который создал один из ребят, Костя Мистухаудинов, он, конечно, работает, он такой более культурно-просветительский, чем паблик страдающей средневековью, который, конечно, к просвещению не имеет никакого отношения, ну, или почти никакого отношения. Все равно чистое просвещение, конечно, не может рассчитывать на полмиллиона подписчиков, это совершенно понятно. Но, по мне, подобного страдающему средневековью феномена ни в одной стране мира нет, включая, например, помешанную на собственном средневековье Францию. То есть, когда я им рассказываю, ну, я в какой-то степени из Франции по образованию своему, и друзей у меня там полно, я с ними точно так же, как с вами, так сказать, общаюсь. То есть, ну, нет такого, понимаете, там масса всяких форм ревитализации, что ли, переживания, да, перевоплощения средневековья в современном нашем мире, форм как театральных, так и медийных, ну, уж я не говорю о телевидении, играх, там, кино, но и в реальной жизни, да, оно там вполне, вот, как бы, свое, но оно не переживается, вот, именно в таком специфическом пространстве, медийном пространстве паблика. Ну, вот, в этом есть что-то такое от нашей таинственной русской души, изучению которых я бы с удовольствием поручил какой-нибудь аспирантке по социологии, но у меня таких не водится. Многие картинки, которые появляются сейчас в сети, опять же, статьи, написанные ли они медиавистами или просто людьми интересующимися, свидетельствуют о том, что средневековое общество было крайне развратным. Так ли это действительно? Не так. Мне кажется, у нас это более развратно, вот, потому что у нас намного больше источников вдохновения, информации по этому поводу, да, ничего подобного Тиндеру о средневековье знать не могло, потому что у них бедных даже айфонов не было, понимаете. Вот. Ну, инстинкты-то были. Ну, там все более-менее понятно, но помимо церковной морали существовала масса разных табу, разных племен в разные времена, то есть посты, которые воспринимались всерьез, да. Хотя, с другой стороны, современные общества, я имею в виду европейского типа общества, регламентируют, ну, очень многое в том, что можно назвать узелкой, развратом, да. Они защищают слабую половину человечества, которые, наверное, в большей степени исторически страдают от этого всего. Хотя, в какой-то степени защищают, в какой-то степени, наоборот, все равно остается, так сказать, разнозначности свободы, я не снимаю никаких проблем. Но Средневековье, с одной стороны, действительно, свидетельств разного рода извращений, в том числе сексуальных, достаточно много, но и способов от них упасть, защитить, прежде всего, женщин, да, было предостаточно во все периоды Средневековой истории и, пожалуй, во всех странах. Ну, если говорить о литературном образе блудницы или девушке с низкой социальной ответственностью, как ее называют в России, то есть, людей этой профессии, ведь в Средневековье профессия жрица любви, она тоже имела какой-то особый статус, или нет, все-таки? Или это уже такое некое преувеличение через фэнтезийные фильмы или через литературу до нас доходит? Вот как вы считаете? Особый... Когда мы говорим о том, что она становилась неким таким архетипом, что это такое... По отношению к современной проституции или к другим... К другим слоям, скорее, как некий такой... Как кладезь мудрости, что ли, в какой-то степени? А, ну нет, нет. Кладезь мудрости, она, конечно, не была, она была кладезем, но все-таки не мудрости. Такой жизненной, может быть. Эта профессия, конечно, существовала, а другое дело, что она... Ну, профессии, наверное, я как историк склонен называть профессией то, что как-то зафиксировано какой-то традицией, каким-то документами, хотя бы не писанными правилами, да. Но в этом плане, ну, в плане проституции, так сказать, да, это слишком... С одной стороны, слишком одинаково все время и везде, да, а с другой стороны, ну, очень по-разному. Вот. Но жрицами, конечно, да, в прямом или переносном смысле никто их никак не воспринимал. Только в эпоху Возрождения, в особенности в Венеции, вроде бы, да, ну, возникает такой феномен куртизанства, как бы, да, то есть это уже, ну, сродни, там, я не знаю, высокому искусству гейшему. Ну, не понял, да. Ну, а роль женщины в Средневековье, потому что есть такое, я не знаю, миф это или нет, возможно, вы сейчас развенчаете, что в Средневековье считалось, что в сперматозоиде мужчины был уже сформировавшийся эмбрион ребенка, и, по сути, женщина была как таким, ну, не знаю, воспринималась как сосуд для вынашивания, то есть ее роль была невелика. Вот насколько это соответствует действительности роли женщины? Да, ну, тут вы, пожалуй, правы, да, медицинские, представляю-таки, как-то сексология, что ли, возродившаяся на Западе в 12 веке, действительно предполагала намного более активную роль мужского семени, чем женской материи, то есть, переводя на обыденный язык, действительно считалось, что человек сформирован мужской спермой, и его характер, его личные качества, они передаются семенем, причем даже церковная доктрина, еще начиная с Августина, то есть где-то с 400-го года, говорила о так называемых рационах семиналис, то есть, если буквально, ну, семенные причины, что ли, да, такой, как бы, философско-научный термин, да, то есть, когда ты ищешь кауза, да, причину, почему конкретный индивид вот такой, да, то в голове у любого, там, более-менее мыслящего человека, не обязательно ученого, возникал вопрос, кто отец, кто дед, кто прадед, и дальше, что там за женщины были, да, если женщины тоже белые кости, то все нормально, а если не пойми чего, то, как бы, плохой сосуд, действительно, да, или если все нормально, вроде бы, да, родители, да, благородные, то, значит, должно было все сработать, а человек, посмотрите, вы какого вырастили, да, что-то тут не так, наверное, она с кем-то не тем. То есть, женщина виновата. Ну, как бы, во всем, конечно, виновата женщина, потому что даже если ее изнасиловали, она все равно виновата, только, ну, как бы, не надо думать, что это чисто средневековая штука, вы почитаете роман XX века о сложных ситуациях, да, ну, хоть за хок, да, как бы о Таджикистане 20-ти летней давности, в традиционном обществе, да, ну, чуть ли не на уровне инстинкта, что ли, мужского главенствующего сообщества все свалить на женщину, вот, то есть вокруг женщин все, весь сыр бор, да, все ссорятся, все на них, значит, глядят там друг у друга, их переманивают и прочее такое, да, то есть это главная ценность, вот, но ценность вместе с тем измеряемая, там, в деньгах, в баранах, в землях, можно город отдать за женщину, можно и полцарства, ну, реально, вот, полцарства, вот, женщина может управлять, при этом, значит, оказавшись там без всякой любви в каком-то браке, женщина могла управлять половиной западной вселенной, например, случай греческой принцессы Феофоно в 980-х годах, больше тысячи лет назад, она приехала вообще, ни этого саксонского языка не знает, никаких не друзей, ничего, несколько греков вокруг и варварский муж, варварский муж, ну, император Римской империи, германец, так сказать, вовремя помрием, прости господи, там, лет в 30 с чем-то, вот, и она осталась, эта гречанка, управлять германцами 980-х годов, и умудрилась-таки управиться с этим, вот, ну, потому что характер был, понимаете, то есть, в чем-то это все очень, как бы, на нас не похоже, да, потому что у нас есть средства коммуникации, там, да, у нас есть законодательства, вот, разные, и при этом все равно многое повторяется. Ну, можно ли говорить о том, что ценность человеческой жизни в Средневековье, по сравнению, конечно, с 20-м, 21-м веком, была невелика, вот, насколько это справедливо было бы так говорить? Ну, с одной стороны, я полностью с этим согласен. Ну, все-таки в западной системе ценностей, которой мы, ну, скажем, мы в России, да, русские, даже стараемся вследовать в какой-то степени, ну, жизнь каждого конкретного человека – это великая ценность. В этом западноевропейская цивилизация, например, полностью, соответственно, ну, совпадает и с современным Израилем, да, и с иудейской традицией, идущей от Ветхого Завета, что жизнь человека, каждого конкретного индивида – это большая ценность. В Средневековье, ну, как бы, у нас нет какой-то такой статистики, чтобы сказать, что там жертвовали кем-то там или чем-то, да, естественно, была слабая, детская смертность огромная, смертность при родах тоже довольно сильная, потому что рожали вообще, ну, как бы, как кролики, размножались, не останавливаясь. Конечно, это для здоровья тяжело. Но мы должны себе представить, что две войны XX века стоили Европе в количественном плане, ну, я не знаю, в три раза больше, чем все Средневековье. В три раза больше, чем тысячелетнее Средневековье, просто по цифрам, да. Понятно, что европейцев стало больше, и можно там гадать на кофейной гуще, что человечеству просто нужна регулярная гигиена, прости господи, да, если использовать слова футуристов, да, и лучшей гигиены, чем война, как бы, человечество, к сожалению, не придумало. Но это не мое мнение, да, это как, так, если сильно в кавычках все это пытаться объяснять. Средневека воевали без конца, да, кровная месть, там, да, у нас вот есть, например, справедливый суд, извините, выражение, а у них суд какой-то несправедливый, зато, значит, кровная месть, кровь за кровь. Ну, и так, если рассуждать, ну, как бы, за одной кровью и другая кровь, и вообще, как тут жить-то, всех поубивают. Да, в жизни человека действительно ничего не стоит. Ну, Средневековье, почему-то все-таки существовало, да, и в конце концов, несмотря на черную смерть, Европа к 1500 году стала властелином всего мира, несмотря на Китай, например, да, несмотря на цивилизацию Мезоамерики, чему-то научилась. Ну, может быть, потому что в христианской системе ценностей, которая вовсе не полностью совпадает со средневековой реальной системой ценностей, человек стоит очень высоко. Это все-таки царский сын, потерявший корону, там, да, со своими грехами, вот, бродящий, как путник по пустыне, ищущий там себя, спасение души и прочее, но он богоподобен, да, и с каждым причастием, да, принимая причастие в себя внутрь, да, тело и кровь Христа, или даже одно тело Христа, да, человек как бы обоживается, возвращается, возвращает в себе божественное состояние, он благословен и может благословлять, да, это то, что мы успешно потеряли в основном, да, те, кто не христиане, да, они, там, могут за что-то еще ценить человека, да, высоко его ставить, в чем-то другом видеть достоинство человека, как биологического вида, вот, но я бы не сказал, что Средневековье в этом плане, там, не знаю, превращает человека в комара. У нас звонок, радиослушатель на линии, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. Вот у Андерсона есть сказка волшебной калоши, как там студент попал в Средневековье, и что он испытывал в грязной, на грязной улице, неосвещенной, и все. Вам не кажется, что мы иногда, судя по книгам, картинам, идеализируем слишком Средневековье, и забываем, что там не только, вот, высшее общество жило, там, богатое, и все, а что там жили и крестьяне, и рабочие еще, и там не так идеально все было, и не такая, все-таки, ментальность была у людей. Спасибо. Ага, ну, если я правильно понял вопрос, то вроде как бы существует какая-то такая идеальная картинка, я не очень понимаю, какая именно. Но из литературы и искусства, может быть, все-таки, вот это восприятие, такое лакированное восприятие Средневековья, королей, высшей свете. Да, я, если честно, не знаю лакированного восприятия Средневековья, в котором нет крестьян, пыли, грязи, там еще что-то такого. Вот, просто когда показывают королей и рыцарей, да, все чисто и красиво. Но это же в кино показывают картины, даже если, ну, брать, ну, исторический жанр, да, в живописи, предположим, 18-19 веков, когда Средневековья изображали часто, то это тоже далеко не всегда придворные какие-то сцены, да, то есть тот же известный миф о «Праве первой ночи», такой анти-миф, да, анти-средневековья, возмущавший, так сказать, воображение европейцев нового времени. Это вовсе не лакировка в действительности, а, напротив, указание на то, что наши с вами корни не всегда такие уж прямо рыцарственные. А это картина Поленова, которая сейчас на выставке висит в Москве, на Крымском валу. Не бог виск, какая картина, но она сделана, была написана специально для парижского салона, то есть для западного зрителя. Вот, картина Германа «Трудно быть богом» по известной, по мотивам известной повести, это как раз заляпанная грязью средневековья, причем археологически очень точная. То есть это в реальных замках снималось, там, не знаю, реальной средневековой сбруей, очень дорогостоящее арт-хаусное кино, вот, и там совсем не лакировка в действительности. Есть и в современной литературе, ну, скажем так, в литературе нового, новейшего времени, образ средневековья, совсем не лакированный, то есть это все равно стилизованное средневековье, стилизованное под нужды читателей конкретного периода, да, но оно совсем не такое лакированное, как, вот, предполагает уважаемая слушательница, но тот же знаменитый роман Виктора Гюго, первый, собственно, великий роман, да, «Собор парижской богоматери», а если к нам сюда, наоборот, поближе взять, то это, по мне, один из лучших романов последнего, там, не знаю, 20-летия. И я исповедуюсь «Каталонцы Жаумы Кабре», где он мастерски перескакивает из 20-го века в 14-й туда и обратно, прямо внутри одного абзаца. Это удивительно совершенно сделано, и очень хороший русский перевод. Вот если взять на себя труд этот большой роман про честь, то ты увидишь, что мы далеко не всегда что-то там лакируем. Вот. Лакировка, она, если она кому-то нужна, то она никуда не денется. Ее можно делать на фоне Средневековья, как и на фоне античности или, там, истории 20-го века. Лавр, кстати, Евгения Водолазкина. Да, да, Лавр тоже замечательный такой. Хорошо, что вы мне его напомнили. Я его недавно перечитывала и второй раз восхищался. Лавры, лавры не дают мне покоя. Во-первых, мне хотелось бы с ним познакомиться. Все-таки мы как коллеги, так издалека, и это очень здорово и правдиво написано. То есть, я бы тоже такие мысли, такие жесты вкладывал в моих героев какого-нибудь сернику романа. А что касается фэнтезийных различных высокобюджетных сериалов вроде «Игор престолов», понятно, что это сказка, но тем не менее, насколько четко там переданы какие-то элементы? Или там ничего подобного нет? Ну, я вот грешным делом не считаю себя специалистом по этим вот много... широкого охвата историям, но я видел отдельные фрагменты, и там, естественно, есть вполне такие реконструкторские вещи, несложные. Но мне кажется, надо отличать их от другого типа использования Средневековья для создания чего-то нового, каких-то сказок, понятных читателям или зрителям 20-21 веков. Скажем, «Властелин колец» – это, конечно, средневековая санга, написанная медиевистом, медиевистом сконцентрированным прежде всего на Северном Средневековье. Толкин был специалистом по Скандинавии и Бревней Англии, такой ранней Средневековой Англии, немножко там поздней Средневековой Англии. Он писал христианскую, как мне представляется, не специалист по Толкину, просто читатель. Он писал средневековую христианскую сказку. Туда вошло фактически всё Средневековье, с его системой ценностей, с его жестами, с системой координат, с его страхами, надеждами. При том, что это не христианский мир, конечно, мир Толкина. Он это сделал специально, но, насколько я помню, это писалось в эпоху наших великих войн. Вот. И если ничего не путаю, сын его воевал, то есть он переживал, и Фродо это в какой-то степени его личное переживание. Путь Фродо это его личное переживание. Да не только Фродо, путь тех хранителей. Тоже красавица хроник Нарни, тоже и упоминавшегося Кабре, ему в какой-то степени, наверное, и Лавра Водолазкинского. Да, Средневековье это, ну, для меня это школа толерантности, школа терпимости. Такое, как бы, референтное историческое время, опять же, повторюсь, в которое мы наши с вами вопросы можем, как бы, закинуть, да, и на себя посмотреть оттуда, из этого далека. И это, по-моему, очень полезно. Игры престолов, я не уверен, что они ставят перед собой такие задачи. Ну, вот о толерантности как раз в Фейсбуке к нам пришел вопрос, насколько гомосексуальные связи были распространены в Средние века, и как воспринимало Средневековое общество такую нетрадиционную любовь? Ну, да. Ну, то есть терпимым надо прежде всего быть к другим формам постельных отношений. Ну, значит, гомосексуализм, конечно, существовал, история его давно написана, не на русском, конечно, языке, у нас нет ни одного специалиста по истории Средневекового гомосексуализма, так что в России пока что не самое терпимое отношение к этой форме любви, и более того, оно по-прежнему считается аномалией, я не знаю, чем-то еще, что для западного человека, в общем, довольно смешно звучит. Для Средневековья это, конечно, аномалия, и обычно называлось не этим ученым словом, а словом «содомия» от Содома и Гаморы, вот, как и онанизм от имени еврейского персонажа, онана, онана, не знаю, где-то, наверное, ставится. Конечно, это все осуждалось в какой-то степени и обществом, и, естественно, церковью, как осуждались, и все остальные исторически зафиксированные, и поэтому банальные биологические формы девиации по отношению к гетерополовой любви. Но при этом мы знаем, например, что во Флоренции XIII века Флоренция предвозрожденческая, очень активная, и, наверное, одном из самых активных городов целого времени гомосексуализм был очень распространен в XIII веке. В Лондоне, судя по некоторым жалобам проповедников тех же примерно веков, тоже вообще нельзя было выйти из дома, чтобы не наткнуться на гомосексуалиста. Понятно, что это утрирование, да, но понятно, что дым без огня тоже не бывает. То есть там, где, ну, когда расцветает вообще какая-то городская цивилизация, такая более-менее свободная от обеих властей, да, отвечающих в базар, от церкви и от светской власти, там, конечно, развиваются разные формы и инакомыслия, и инакодействия. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наш эфир. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в эфир программы «Абонент доступен». Да, Олег Воскобойников, российский медиавист, переводчик, полиглот, специалист по культуре и искусству Средневекового Запада был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания. До свидания.